Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В центре скандала с приватизацией муниципальной земли в Парке Победы. Представители ГЗОРСа заявили в суде, что сделки с участком проводил лично один из учредителей завода Леонид Ефаркин, а сам ГЗОРС в деле не замешан. Налоговые органы же доказали связь завода и компании 8К, через которую проводили сделки землей. В результате предприятие смогло оспорить лишь 3 миллиона рублей. Программа Экономика. В компании «Молоторужие» прокомментировали информацию о возможном банкротстве. Пресс-служба предприятия отмечает, что долг перед компанией «Форд», которая направила в суд иск о признании «Молоторужия» банкротом, сформировался в 2018 году. Спустя год на логовике арестовали счета организации. Новое руководство начало проводить работу по оздоровлению предприятия, погашению долгов и сохранению занятости. Сейчас «Молоторужие» включено в список стратегически значимых предприятий. Оформляется государственная субсидия, за счет которой можно будет погасить налоговую задолженность и рассчитаться с контрагентами, в том числе с компанией «Форд». С ней заключено соглашение, по которому она снимает претензии к «Молоторужию» и отзывает заявление о банкротстве, говорится в сообщении пресс-службы. Экономика. На 101 ФМ. В России появится инклюзивный и автомобильный туризм, а также этнографический и туры по местам народных художественных промыслов. Об этом рассказали представители Кировского центра развития туризма. Они посетили выставку «Москва Интернешнл Тревел и Туризм», организованную Ростуризмом. Там прошло совещание с руководителем региональных органов исполнительной власти по развитию туротрасли в России. В России обсуждался нацпроект по туризму «Господдержка сферы». В приоритете, кроме создания новых направлений, экологический, круизный, сельский и промышленный туризм. Российские власти продолжают искать способы заинтересовать россиян путешествиями по родной стране. Сейчас начался третий этап продажи туров по России с кэшбэком. Обладатели карт «Мир» могут вернуть до 20 тысяч рублей за путешествие. Экономика. На завершение о валютах доллар сегодня 73 рубля 10 копеек. Официальный евро 86,97. Ольга Белезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM. Программа «Экономика» на 101FM. Продолжение следует...